МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня выпуски. Готовиться к зиме-зимой решили в Ачинском районе. Никаких проблем я в этом не вижу. Почему часть депутатов этому не верит, а Тарутинский глава грустит. Ученики шестой школы сами устроили благотворительную ярмарку. Второй год они помогают Матвею победить рак. Ачинск уже готовится к Новому году в рубрике «Без тормозов». Покажем, какие костюмы нынче в тренде. Товарищ оператор, здесь съемка запрещена. А в райсовете опять шумно. Сегодня депутаты и глава района взаимно обвиняли друг друга в некомпетентности. Но, похоже, жалоба, письмо губернатору УСУ на бездействие Евгения Розенчугова все-таки сработало. Смотрите, сейчас расскажу все подробно. На кону почти 20 миллионов. Большую часть денег чиновники предлагают дать сельсоветам на подготовку к зиме. В Тарутино котел новый надо, теплотрассу подчинить, в Беломиру котельную отремонтировать, а еще при Чулымскому, Горному и Ключам. Все проблемные вопросы, которые существуют сейчас у нас на территории Ачинского района, касаемые ЖКХ и нашего центра социального службы, все учительные. Поэтому прошу принять ее, эту корректировку в данной редакции, не исправляя ничего. Депутат и коммунальщик Виктор Колпаков интересуется, как так в конце октября деньги на подготовку ЖКХ. Пока торги и контракты работают на декабрь. Хотя райсовет с февраля предлагает чиновникам не сидеть на этих миллионах, а чинить котлы, латать крыши в котельных, утеплять водонапорные башни и ремонтировать теплотрассы. В марте, напомнил Колпаков, глава района обещал вынести эти вопросы на рассмотрение депутатов. Не случилось. На днях спикер Сергей Коронин отправил письмо губернатору УСУ о критической ситуации в районном ЖКХ. Чиновники зашевелились, но народные избранники уже не верят. Говорят, это глупость. Зимой готовятся к зиме. Выражений никто не выбирает. С чем это связано? Давайте... Подожди, я не понимаю. Я сразу тебе вопросы задам и послушаю ураньева. В марте месяце ты говорил, что будет корректировка бюджета. Что именно на сферу ЖКХ выделим деньги. Коллеги, я хочу обратить ваше внимание. Если сейчас вот эти денежные средства выделяются, я, честно сказать, не понимаю, как администрация будет их распределять. То, что опасения освоения денежных средств, никаких проблем я в этом не вижу. У нас еще впереди два месяца. Детский лебедь из уст главы Ачинского района. Два котла 70 градусов. Виктор Владимирович, вы демагогию не разводите. Я коллегам объясняю, те, которые не понимают, не осознают. Виктор Владимирович, давай я только одну фразу скажу. Так как я все-таки письмо подписал губернатору. Если со слов Евгения Ивановича получается, что все нормально, зачем мы тогда котлы дополнительно ставим? Зачем мы все это делаем, если все у нас нормально? Я хочу вас серьезно отнести сюда. Это знаете от чего? От непрофессионализма некого депутата. Давайте следующие вопросы. У кого еще есть вопросы? Почему их нет? Ну, мы действительно не профессионалы, как депутаты, да? А вы что, профессионалы? Ну, понятно, мы не профессионалы. Мы, можно сказать, ну, с его слов вообще никто и не понимаем, что в октябре менять котлы – это нормально. В итоге пять депутатов райсовета – Виктор Колпаков, Семен Семенов, Олег Сидоров, Анатолий Филиппов и Шухрат Тамготоров – покинули сессию в знак протеста. Как заявили Сидоров, Колпаков и Семенов, такая корректировка бюджета больше похожа на распил народных денег. И в этой афере они участвовать не хотят. Несмотря на этот демарш, оставшийся райсовет проголосовал «за». Глава Тарутинского сельсовета – это его жители замерзают который год в своих домах – с грустью наблюдает все споры власти. Это ему сейчас. В декабре придется менять котел, делать теплотрассу. Говорит, даст бог, обойдется без ЧП. Радости-то нет только потому, что это все не вовремя, это все делается. Ну так вообще, на самом деле, ямка-то нифига себе, да? Я подозреваю… Сами ошелели. Это утреннее происшествие. Вот так вот выглядит тепловая камера. Сюда провалился сегодня мусоровоз. Сам он из этой ямищи выбраться не смог. Все произошло около восьми утра во втором микрорайоне. Мусоровоз подъехал баком, чтобы забрать мусор, а вместо этого попал в аварию. Водитель говорит, такое еще не переживал. Трихануло хорошо. Ну, нога задняя спасла, опора. Это нога спасла. Сам смог выехать из этой ями? Нет, нет, при помощи. Вытаскивали его. Колесо полностью туда провалилось. Тепловая камера, тепловая камера, снизу трубы тепловые идут. В теплосети заверяют, такого и у них не было. Случай нестандартный, в чем причины сейчас разбираются. Ситуация нестандартная, потому как плита была заводского исполнения, стандартная дорожная плита. Сейчас выясняем причины, почему это произошло. Но как бы предварительно, это грузовые нагрузки, плюс то, что вибрации постоянно. Скроем плиту, будем смотреть, но однозначно плита будет взамен. По словам руководства теплосети, вряд ли автомобилистам нужно опасаться повторения этого ЧП. Тепловые камеры во всем городе они проверяют каждые 10 дней. А на месте утренней аварии уже идет ремонт. Напомню, на днях в Красноярске машина по крышу провалилась в теплотрассу, где лопнула труба с горячей водой. Наталья Сусанина, Вильдан Калимурин, Телеканал ОСА. Дай, дай, налетай, радости покупай. Помогаем Матвею все вместе. Смотрите далее. Магазин любимых покупок «Эль-Сити» объявляет акцию «Зашубись». Покупай товары с выделенным ценником и участвуй в розыгрыше двух шуб. Спешите. Акция действует до 27 октября. Третий микрорайон, дом 39А. Госномер 24. Лицензионное изготовление государственных регистрационных знаков. Улица Красноярская, 32 этаж, кабинет 11. Торговый дом «Магнит» напротив ГИБДД. Магазин «Фруктовый микс». Всегда свежие фрукты и овощи, ежедневные поставки, а также сладости в большом ассортименте. Четвертый микрорайон, строение 7А. Срочно нужны деньги? Компания «Калибриденьги» оказывает финансовую помощь, особые условия для новых клиентов. Оформить заявку вы можете по телефону. 8 800 333 46 46. Звонок бесплатный. Заказ такси. Звони 4 44 44. Заказ такси через приложение от 50 рублей. Продолжаем помогать Матвею. У Ачинского мальчишки рак, но ребенок уже пережил сложнейшую операцию в Красноярске и лечение протонами в Санкт-Петербурге. Сейчас Матвей вместе с мамой находится в Москве, где проходит 8-месячный курс химиотерапии. Первый сюжет о том, как ровесники помогают Матвею бороться с болезнью, мы показывали в прошлом году, и тогда он учился во втором классе. Сейчас мальчишка перешел в третий, и сегодня ребята вновь организовали ярмарку, чтобы снова помочь. Дай, дай, налетай, сладости покупай! Дай, дай, налетай, сладости покупай! Ребята с родителями испекли пирожки, блины и смастерили поделки. На ярмарке «Доброе сердце» сделано все своими руками. У вас какие-то цены? Да. За обычные рубли мы не берем, только за бэбики. А потом, если наберется 100 бэбиков, надо вот этот флажок поднять, и заберут, а потом опять набирать 100 бэбиков. А расскажите, почему вам хочется помогать? Ну, жалко мальчика. Есть возможность помочь ему. Дети с пониманием участвуют в добром деле. Говорят, очень ждут встречи с Матвеем. Я хочу ему помочь, чтобы он был здоровый, чтобы он вернулся в школу с хорошим настроением. Хочется, чтобы этот мальчик с нами был, как и мы все. Лечение в Санкт-Петербурге дало положительный результат. Поэтому семья приняла решение продлить курс химиотерапии в Москве на 8 месяцев. Начался он в августе. На это время клиника не предоставляет места для проживания. И Матвей с мамой снимают квартиру недалеко от клиники, чтобы каждый день сдавать анализы, а раз в неделю получать химиотерапию. Наша школа, ребята, учителя, мы приняли решение в течение этого всего срока поддерживать семью Матвея. Открыть сбор, сбор не закрывать в течение 8 месяцев, пока мы не увидим Матвея у нас, вернувшегося, здорового, замечательного ребенка. И сегодня очередная ярмарка, условия этой ярмарки были такими, чтобы ребята именно сделали что-то своими руками. Классный руководитель Матвея всегда на связи с мальчиком. Инесса рассказывает, что Матвей с нетерпением ждет веселые истории класса и интересуется, как дела в школе. Телеканал ОСА желает Матвея скорейшего выздоровления. Все будет хорошо. Матвей, мы соскучились, мы каждый день про тебя вспоминаем. У нас в классе много событий самых смешных. Ребята очень хотят в конце концов с тобой увидеться, так что возвращайся как можно скорее. Матвей, вы на ранний май! История о том, как молодая мама одна борется за комфортное жилье. Каждый день ни по разу и ни по два ей приходится спускаться с коляской по лестнице, которая совсем для этого непригодна. Поднимаемся мы вот так обычно, да? То есть ладно, где эта маленькая, но даже вот здесь вот мне уже, как бы, неудобно на эту ступеньку наступая. И тем более закатываю коляску, то есть это прям вот вообще ребенок, во-первых, наклоняется очень сильно. И дальше я вообще, мне проблематично ее потом с этой ступенькой закатываю. То есть тут как бы еще нормально это все, высота этих ступенек. Ну и здесь тоже эта высокая ступенька. То есть вот так мы поднимаемся. С неудобной лестницей Ольга мучается полгода, с тех пор, как переехала в этот дом на восьмом микрорайоне. Женщина написала заявление в управляющую компанию «Сибирский город», а в ответном письме за подписью директора прочитала, что в их подъезде уже запланированы работы на третий квартал. Он закончился в сентябре, но лестница не изменилась. На этом женщина не остановилась и пошла в стройнадзор. Приехали сюда, здесь как бы вот снег вроде как внезапно, да, выпал у нас. И вообще невозможно сейчас производить никакие работы. В стройнадзоре сказали, да, что мы сейчас попросту, ну как бы нет основания, да, выносить им какое-то предписание, потому что необходимо собрание собственников, да, все-таки это будут расходоваться денежные средства собственников, да, данного подъезда, поэтому необходимо их согласие. Ну я думаю, люди наверняка согласятся, да, на какие-то ремонтные работы вот этого крыльца. Такое крыльцо не только в этом подъезде, в других ничуть не лучше. Жители рассказывают, что в соседнем подъезде живут инвалиды, и им тоже пришлось ждать, когда же наконец крыльцо оборудуют пандусом. Мне-то ничего, просто вот в соседнем подъезде два инвалида живет, причем с протезами. Ну им действительно сложно, сложно. И у нас здесь в подъезде бабушка старенькая, ну уже где-то на девятом десятке. Но она, правда, такая живенькая, но есть определенные сложности, особенно когда снежок, лед. Она неудобная, шагать плохо по ней. У меня сестра больная, ноги больные, так ее приходится почти на руках поднимать. У крыльца 10 ступенек, и все они разной высоты. На 10, а то и на 13 сантиметров. В управляющей компании нам пояснили, что крыльцо не аварийное, и оно действительно было в планах на ремонт. Но из-за большого объема работ и наступления зимы в этом году подлатать лестницу не получится. Как заверили, в управляющей компании ремонт запланирован на следующий год. Но и это не точно. Эксперт ЖКХ Роман Казаков говорит, чтобы заставить жилконтору четко следовать плану, лучше провести собрание собственников. Решение общего собрания предусматривается как перечень работ, а так и предполагаемые сроки их исполнения. После того, как решение общего собрания вступит в силу, управляющая компания должна в установленный срок необходимые работы провести. Точно должны быть закреплены даты проведения работ и их полный перечень. В том числе примерная смета на их выполнение. Кстати, такое собрание может организовать и одна активная жительница. Мария Липченко, Александр Сиделев, новости телеканала ОСА. В цифре дня сегодня люди. Более полумиллиона человек в Красноярском крае живут за чертой бедности. Это почти 20% от всех жителей края. В нашем регионе этот показатель выше, чем в среднем по стране. Такие данные предоставила счетная палата края. Сегодня стартовал фестиваль науки. Проходит он несколько дней. С сегодняшнего дня по субботу, 26 октября, старт фестиваля «Планете талантов». Здесь ребята пятых-седьмых классов пройдут химический квест. Сейчас расскажу все подробно. «Русалф» фестиваль наука заинтересует и школьника, и студента, и даже взрослого человека. Лаборатория будущего – так называется сегодняшняя игра. Квест состоит из четырех станций, где школьникам открываются загадки и фишки химии. Хороших ощущений, но хорошего настроения после этого праздника. Получения знаний каких-то, не знаю, от химии. Итак, уважаемые команды, у нас сейчас есть буквально четыре. Готовы! 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 Готовы все вместе! Три, два, один! Поехали! Химические добавки, плотность вещества, химические огни и водородный тир. Это станция, где ребята зажгли огонь прямо на руке, собрали пирамиду из химических элементов и, смешав вещества, получили икринки. Мы рассматриваем водород, пробуем пользоваться лазером разными спектрами – красный, синий. Дети понимают, как взрывается водород. Много для меня есть, конечно же, понятно и знакомо, но для ребятишек очень интересно и познавательно. А что больше всего выяснили? Ну, я пока на втором квесте. Ну, вот взрыв водорода очень даже. Сегодня все участники получили сертификаты, призы и сувениры. Ачинск – это один из семи городов, где проходит фестиваль, а проводит его «Русал Ачинск». Такое событие уже проходило в 2017 году. Вообще все мероприятия данного фестиваля направлены на то, чтобы сделать популярной науку, чтобы привлечь ребят, изучать, им было интересно изучать химию, физику, чтобы в нашей стране появлялось больше инженеров, новых Эйнштейнов, новых ученых. А уже завтра команды посоревнуются в интеллектуальной игре и придумают свое изобретение. А 26 октября в городском ДК в 11 утра состоится торжественная часть «Русал Фестиваля». Туда ждут всех желающих. Кстати, вход во все дни праздника науки свободный. Мария Липченко, Александр Сиделев, телеканал «ОСА». Трикотажное ателье, вязание спицами, крючком, машинная вязка, реставрация и ремонт. Принимаем коллективные заявки на школьную форму, жилеты и кардиганы. Микрорайон 8, дом 1. Большое поступление мужской и женской верхней одежды. Размеры от 42 до 80. Евромода, пятый микрорайон возле пятого дома. Соболь на третьем микрорайоне, около ТЦ «Весна». Заказ такси. Звони 4-44-44. Заказ такси через приложение от 50 рублей. Компания «Синт» представляет новый тариф «Интернет плюс КТВ». 60 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр видео на YouTube и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. СПОНСОР РУБРИКИ БЕЗ ТОРМОЗОВ МАГАЗИН СКЛАД ИГРУШКИ Новогодняя суета уже не за горами. Корпоративы, праздники, быть самым изящным или перевоплотиться в сказочного героя помогут в одном интересном месте. Настоящий бал маскарад можно устроить в детских садах, школах или у себя дома, прикупив такие наряды. Всю жизнь мечтал быть шерифом или ковбоем? Не вопрос. Если ваше чадо по натуре уже перестало быть принцессой, костюм шикарной королевы придется по вкусу. Размерный ряд и выбор новогодних праздничных нарядов есть. И в этом плюс. Это значит настроение вам и вашему ребенку можно делать уже сейчас. Яркие, няшные, с безумными аксессуарами. Такие костюмы унесут в мир волшебства и детства. Предъявите ваши документы. Попробуй в себя в роли инспектора ГИБДД, как наш герой Максим, может каждый. С таким костюмом сразу покажешь на празднике, кто главный. Товарищ оператор, здесь съемка запрещена. Ну и естественно, все без исключения хотели бы дарить людям радость и подарки в роли Деда Мороза и Снегурочки и стать реальными конкурентами взрослым волшебникам. С Новым Годом! С новым счастьем! В общем, собрать свою команду Марвела, либо искать своих гномов и крича всему миру, что ты белоснежка, нужно, не дожидаясь особых дат. Анна Ахметова, Максим, Соня, Вильдан Калимуллин, телеканал АСВА. Магазин «Склад игрушки» приглашает за покупками. Южная промзона, квартал 1, строение 7. Ежедневно с 9 до 20 часов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok